Час икс настал. С завтрашнего дня в Ярославле повышается плата за проезд в общественном транспорте. Планка, которую установила областная власть, 16 рублей на городской транспорт, автобус, троллейбус и трамвай и 18 рублей на маршрутку. При этом для льготников плата за проезд остается на прежнем уровне. Кроме того, мэрия решила оставить прежний и стоимость проездных. Сегодня ситуацию с тарифами городскому телеканалу прокомментировали и мэр Ярославля, и губернатор области. Могло быть хуже. Стоимость проезда в маршрутках могла быть поднята до 25 рублей. По крайней мере, с таким предложением к областному правительству выходил Сергей Ястребов. Письмо, где об этом говорится, городской телеканал продемонстрировал в пятницу. Датировано оно ноябрем прошлого года. Сам Сергей Ястребов тогда был первым заместителем мэра Ярославля. Сегодня он уже в ранге губернатора прокомментировал тогдашнее свое предложение о тарифах. Ну, во-первых, любое письмо надо посмотреть. Я не считал и не считаю, что 25 рублей должен быть тариф. На сегодняшний день принято решение до 16 рублей. Это предельный тариф на общественный транспорт и до 18 маршрутов такси. Каждое предприятие вправе регулировать тариф самостоятельно, вплоть до нуля. Ну, мало ли, какие письма бывают, все течет, всем ясно. На сегодняшний день принято такое решение. Если будет необходимо, или кто-то пожелает показать другие документы и расчеты, она может быть пересмотрена. Что делается всегда, это нормальный процесс. Цифры главные. Устанавливать, какой должен быть тариф, прерогатива областного департамента топлива и энергетики. Там было принято решение поднять плату до 16 рублей за проезд в общественном транспорте и до 18 рублей на маршрутку. Чтобы смягчить горожанам удар от очередного повышения, руководство города приняло решение оставить прежнюю цену проезда для льготников 6 рублей. А разницу будет компенсировать городской бюджет. В Ярославле сегодня 149 тысяч пенсионеров, и они за каждую поездку в общественном транспорте будут платить по-прежнему 6 рублей. Также не будут поднимать цену проездного билета на месяц для всех категорий населения. Мы оставляем на том же уровне, что и был, наш проездной билет долговременного пользования. Если область повышает стоимость своего проездного билета, мы же оставляем как есть. Школьный автобус. У нас при количестве поездок, установленных Росстатом, это 30. На автобусе поездка обойдется 8 рублей 63 копейки. Студенческий. Цена поездки будет 4 рубля 32 копейки. Для категорий рабочих и гражданских проездной. Вот у нас есть гражданский единый проездной. Стоимость его 1224 рубля при количестве поездок 120. Цена вот такого проездного останется прежней. То есть стоимость разовой поездки будет 10 рублей 20 копеек. Есть единый. Стоит он 816 рублей. Цена его остается по-прежнему такая же. Таким образом, мы не повышаем свой проездной билет и предлагаем тем, кто хочет экономить средства и не ездить по одноразовому билету за 16 рублей, покупать наши проездные. Получается, что мы на 90% населения, фактически для 90% сохраняем предыдущие цены. Просто надо перейти из одноразового в проездной билет. Продолжение следует... Продолжение следует...